Вот, ребята, Хорватия. Город Дубровник перед нами. Вы, наверное, уже миллион раз видели эту красоту. Хорватия вообще очень прекрасная страна, красивейшая. Красивейшая, красивейшая, как правильно сказать, друзья. В общем, вы поняли меня. Красота. Вот Анютка не хочет никогда видео записывать. Говорит, я с едой не хочу. Ребят, ну вот мы по-простому остановились, вот так вот кушаем. Все просто. Куча пакетов, коробок. Да, куча пакетов, коробок. Пластиковые стаканчики. Зато вид какой красивый. Никакого романтики. Ну да. Вон, смотри, вид какой. Давайте в эту тогда сторону. Ну, навряд ли будет звук хороший. Ну, давай попробуем запишем. Всем хочется сказать доброго дня. Всем здравствуйте. Хочу всех поздравить, наши дорогие телезрители, с Днем Святого Валентина, с Днем Влюбленных. Всех вас поздравляю. Это яблочный сок, если что, но все равно всех вас поздравляю с Днем Святого Валентина. И очень красивое, яркое, сильное чувство любовь. Дай Бог, чтобы у всех, у вас оно обязательно было, чтобы вы нашли свою половинку, у кого она есть, чтобы вы сохранили это чувство. И постарайтесь сегодня уделить хотя бы несколько минуток вечернего времени, чтобы сделать что-то запоминающееся. Да ведь сегодня такой красивый праздник. С праздником вас, друзья! Ура! Всем доброго утра, доброго дня, дорогие друзья. Доброе утро, друзья. Мы сейчас находимся в Хорватии, город Сплит. На побережье находится красота, неописуемая погода, солнечная, теплая. Желаю всем хорошего солнечного дня, отличного настроения и успехов, конечно, во всех ваших делах, чтобы ваши цели достигались. И что, все? Нет, сегодня мы также будем показывать вам город Сплит. Будет небольшая экскурсия по Сплиту, по Хорватии. Ну и, конечно, расскажем, в чем же еще преимущество славянского рабочего и студенческого ВНЖ. О, я думаю, будет интересно, да? Да, конечно, постараемся. Не переключайтесь, друзья, продолжение следует. Друзья, Хорватия вообще очень прекрасная страна. Я это не перестаю повторять и, наверное, я вам уже надоел. Но это правда. Это очень красивое. Посмотрите, какое шикарное море. Море побережья Хорватии очень красивое. В Адриатическом море, там, где я был, на Адриатике, это самое красивое место. Не буду вам перечислять страны, но это действительно самое прекраснейшее место. Это Хорватия. Я думаю, Хорватия немножко недооцененный город, города, особенно Сплит и недооцененный отдых. Может быть, я ошибаюсь, вы меня поправьте, пожалуйста. Ребят, посмотрите, какой красивый вид на город Сплит. Тут-то порт и такая старая часть города перед нами. А тут мы вот снова с Анной решили... На фоне такой красоты решили добавить свои комментарии и информацию. Давай я вот начну с того, о чем сейчас говорили. Как здорово, да, когда у тебя не надо делать визы, ты можешь пересекать спокойно границы. Тебе не задают никаких вопросов вообще, куда ты и зачем ты едешь. Да, когда у тебя есть на руках карта, вот это вот доволение на прибывание, карта либо рабочая, либо студенческая, никто на границах не спрашивает, куда, зачем, почему. Особо нет никакого досмотра, тебя уже пропускают легко, на всех границах ты нигде не стоишь. Это очень большой плюс и очень много открыто масштабов. То есть ты, находясь в Словении, можешь свободно ездить в Хорватии, Италии, Венгрии, Швейцарии, куда еще, Австрия. Просто столько всего, что ты не знаешь просто куда быстрее податься. Ты чувствуешь себя свободным, полноценным, что ты можешь все посетить, тебя никто не допрашивает, не расспрашивает, ты свободно перемещаешься. Ну и, конечно, большой плюс вот эта вот учеба для взрослых, такая возможность, которая появилась, образование для взрослых в Словении. Я не могу точно сказать про другие страны, про Австрию, про Италию, про Хорватию, есть ли здесь такое образование. Так как я занимаюсь именно славянскими документами, помощью в оформлении славянских документов, но в Словении такая уникальная возможность есть. Еще раз повторюсь, что это самый быстрый, легкий и доступный способ переезда в Евросоюз, именно в Словению. Когда вы будете находиться внутри страны легально с данной картой, вы уже сможете выбрать для себя любые доступные варианты. Обучение, работа, открытие фирмы, без проблем. Для детей тоже открыты все перспективы, школа, колледжи, университеты. Также есть для маленьких деток садики, ясли. Для совсем малышей делается воссоединение с родителями сразу после получения документов славянских. Вами, родители, сразу можно сделать воссоединение вашего малыша. Нет, ты еще важный скажи, что просто оформляешь туристический шенген любой страны. Допустим, Испания сейчас дает хорошо. Сейчас для нас, для русскоговорящих, для россиян дают легко шенгенские визы. Вот у нас приезжают люди, приезжают наши клиенты. Легче всего дают испанскую визу, Испания дает. Получайте визу. Конечно, лучше лететь через Испанию, чтобы был у вас штамп въезда, чтобы не было никаких нарушений иммиграционного режима. Да, потому что спрашивают в управном органе, откуда ты въехал. Откуда вы въехали, и с какого момента, с какого числа, и в какой стране у вас было вступление в шенгенскую зону. Это как бы важно. Поэтому лучше заезжать все-таки через штамп той страны, какая у вас стоит виза. И потом, приехав в Словению, студенческое ВНЖ оформить очень быстро. Можно заранее по доверенности оформить вам зачисление. И потом, после подачи в еноту, вы получаете подтверждение, и все. И можете находиться в Словении неограниченное время до получения карты. Мне кажется, это уникальная возможность. Еще извините, друзья, что в очках, но сегодня такое солнце и просто ослепляет. Да, сегодня лето, на градуснике 18 градусов тепла. Очень-очень тяжело рассказывать, потому что практически невозможно так тепло, солнечно и хорошо. Даже в кофте сейчас жарко. Да, поэтому просто лето, уже пришло лето. Да, это здорово. Ребят, спросил вот про автомобиль, можно сфотографировать? Говорит, да не мой, фотографируй, пожалуйста. Такой вот, не знаю, что это за машина. Наверное, какой-нибудь Cadillac Escalade. И вот, чуть не упал, засмотрелся. Очень красивый автомобиль. Escalibur, Escalibur. Кто знает, расскажите, что за эта машина. Внутри вот такой он. Видать, нет на видео. Солнце все дисплипает. Но красавец, конечно, красавец. Очень красивый автомобиль. И все фотографируют, ребят. Не один я тут. Просто, вон, видите, народище сколько. И стоят, глазеют. И фоткают. Всем он очень-очень интересен. Ребят, еще только час назад были пустые кафе. И вот за последний час просто битком все кафе. Уже вон и лоток какой-то с кукурузой, с шарами детскими. И вся набережная наполняется людьми. Я думаю, через час тут не протолкнуться будет. Вот тоже, ребят, красивый вид на старый город Сплит. Очень красиво. Что, Анна, лето? Да, лето. Лето, тепло, красиво. Такой замечательный вид на красивую архитектуру города Сплит. И что хочется сказать. Что, конечно, первым делом хочу сказать, что, дорогие друзья, наши телезрители, обязательно пишите ваши вопросы в комментариях. Либо звоните. Консультации все проводим абсолютно бесплатно. Также хочу добавить, что делайте запросы на темы для видео. Как уже повторюсь, для ребят из Америки. Какой город был? Майами. Майами. Мы обязательно снимем видео про церкви, монастыри. И также ждем ваших следующих запросов для видео. И еще хочу сказать. Не знаю даже, как это передать словами. Наверное, лучше всего это приехать и ощутить самому или самим. Но хочу сказать, что понятно, да, когда мы живем на своей родине, где-то у себя дома, когда уже все нажито, когда уже все оно в привычном темпе. и ничего... В зоне комфорта. В зоне комфорта находимся, то очень сложно выйти из данной зоны комфорта. Это, конечно, это я понимаю. Страшно куда-то ехать, переезжать, вы переживаете. Но если у вас есть это желание, то обязательно нужно пробовать. Обязательно нужно пробовать. Не нужно бояться, нужно стремиться, потому что в любом случае что-то получится. Надо только пробовать. Лучше один раз в жизни попробовать, ошибиться и вернуться обратно, если ты захочешь. Этого, конечно, маловероятно, но все-таки один из ста случаев есть, когда люди возвращаются обратно. Я вижу людей, и я обещаю, что я вам пообещала, что я засниму видео своих клиентов, которые будут получать карты, чтобы вы видели реакцию эмоций этих людей на видео. Не только мои слова, чтобы вы видели их эмоции. И вы поймете, просто я не раз видела эмоции людей, которые получают карты Словении, карты Евросоюза, насколько они становятся счастливыми, свободными, радостными. И, конечно, первое время всегда тяжело, первое время, но все это возможно. И потом, когда вы уже получили одну карту ВНЖ, продление всегда оформляется намного легче. Тяжело будет только раз. Всего лишь раз, потом будет это все проще, легче, вы уже сами будете все знать, понимать. Поэтому чаще всего мы помощь оказываем изначально самую такую обширную, первый раз. И еще что хочу сказать, что когда вы уезжаете из зоны своего комфорта в другую страну, то, конечно, первое время вы переживаете, боитесь. Но когда вы приедете, вы сразу начнете понимать, какая разница, в чем разница, насколько это совсем другой мир. И когда вы будете там жить, первое время будет немножко чувство эйфории, которое поможет вам преодолеть страх и переживание. А потом оно все потихоньку-потихоньку образуется, и все пойдет вперед. Поэтому стремитесь, друзья, действуйте. И поменяется зона комфорта в лучшую сторону. И очень важно, что хочу сказать. Самое идеальное, самое идеальное и отличное, когда вы приезжаете в какую-то другую страну, Евросоюза, Шенгенской зоны, в нашем случае это Словения, и когда вы понимаете через какой-то промежуток времени, что ваша зона комфорта обрелась уже там, в Словении, что она такая же точно, как была на родине. Не будет такая же, будет лучше 100%. Я имею в виду, что вы будете себя на 100% чувствовать комфортно, в своей тарелке. И когда вы это обретаете чувство уже там, в новой стране, то это просто вот идеальный вариант. Это 100% так. Сделаю вид, как получится, видео. Ребят, смотрите, какая красивая колокольня, башня. Не знаю, резная. Вообще, конечно, Сплит, город обалденный. Очень красивый. Очень красивый вид. Такая площадь. Про что ты хочешь озвучить? Как-то тебе плохо видно почему-то. По поводу. Вот так. Чтобы было видно хорошо. Вот так видно лучше. Да. Еще раз обговорим вопросы, которые задают чаще всего. Какой у нас первый вопрос? Наверное, по поводу прав. Можно ли с водительскими правами российскими, к примеру, ездить в Словении? Да. Хочу сказать для вас, дорогие телезрители и наши друзья, что когда вы приезжаете в Евросоюз, в Словению, с российскими правами, вы без проблем, абсолютно спокойно можете передвигаться, ездить на территории Словении по российским правам. Вообще по территории всего Евросоюза можно. Да, по территории всего Евросоюза. И другим странам, ребят, не проблема. Да, можно ездить на своем автомобиле, либо можно брать в аренду автомобиль по вашим правам, также передвигаться абсолютно без проблем. Плюс еще что хочется сказать, что когда вы приезжаете с российскими правами, вам не нужно их сразу менять. Еще раз повторюсь, вообще все иностранцы, кто приезжают, иммигранты, в основном все, так же как и мы, ездят по российским правам до получения ПМЖ. В основном это происходит так. Я думаю, это важная информация, большое спасибо. Да, и еще один момент. Когда, да, по российским правам вы ездите без проблем. Еще когда вы получаете карту ПМЖ, извините, карту ВНЖ, студенческую, либо рабочую, это не имеет значения, вы на территории Евросоюза, Шенген-зоны, абсолютно спокойно можете приобретать на себя автомобиль, покупать. Причем это происходит очень быстро. Вся процедура оформления, регистрация, страховка, договор купли-продажи делается в одном месте за один час. Меньше даже одного часа, полчаса, наверное. Да, очень быстро, в одном месте. Да, если надо техосмотр пройти, тогда час, наверное. И когда вы получаете даже студенческую карту ВНЖ, вы без проблем можете купить на себя автомобиль. Да, это супер. Спасибо большое. Не за что. Пока Анна рассказывала, смотрите, какая группа собралась людей послушать рассказ Анны. Очень интересно. Ребят, на улице прям лето, посмотрите. Плюс 16 градусов. И главная музычка для души. И виды красивейшие. Друзья, если когда-то будете путешествовать в Хорватии, обязательно прокатитесь по Макарской ривьере. Это просто потрясающее место. Конечно, камера сейчас этого всего не передает. Просто дорога. Но когда вы едете, вот эти вот моменты, их запечатлеть просто на камеру не удается. Включить, ты уже просто проезжаешь мимо. Но чувства просто переполняют вас. Это потрясающее место. Макарско-Ривьера. Классное место. Макарско-Ривьера. Классное место. Макарско-Рива. Макарса. Классное место. Классное место. Ребят, магазинчик в Сплите К 14 февраля Вот такие вот коробочки сделали Красивые И недорого, кстати В центре города На набережной Такие цены хорошие Очень хорошие цены Недорого, да? Цены вообще хорошие Все там вкусно и красиво Хочется сразу и все Друзья, вот что интересно Рынок в Сплите Вот смотрите, просто вот так веревочка Натянута и все Весь товар открытый Никого нету, ни охранников Никого, пожалуйста Причем товар-то хороший Здесь и янтарь Вот янтарь, из янтаря и изделия Из малахита И все, пожалуйста Все открыто Всю ночь Вот так вот стоит А тут вот, ребят, смотрите Под открытым Ну, практически, да За стеклом Бижутерия лежит Жемчуга Что жемчуг-то это натуральный лежит? Не бижутерия, а жемчуг Жемчуг Жемчуг, скорее всего, натуральный И там, вон, тоже красивый Жемчик лежит, смотри Красота Красиво все Там вообще написано, что есть даже коралловые изделия из коралла Вот вчера Ночью снимала Вот днем, видите, какая красота Уже работает, все открылось Вот такие вот кости стоят 1.33 Вот такая красота И уже рынок работает, ребят Посмотрим Детский сад на прогул Всегда везет Детский сад Да, детский сад на прогул Вот они тебе машут Это хорошо А вчера вечером, дорогие друзья, гуляли здесь по старому городу Сплиту В Хорватии И вот это вот место Все стены подсвечивались белой подсветкой Все вот эти камни были белыми-белыми А наверху в этом куполе было звездное-звездное небо Вообще была просто красота Неописуемая красота, да? Неописуемая, да Или описуемая Нет, неописуемая Надо один Надо видеть Вот это Все в этой жизни надо видеть, ребят Абсолютно все Чтоб, друзья, попасть в Словению Надо вот в эти горы Вот эти вот горы преодолеть Подняться в эти горы Наверное, так хотел сказать И сейчас мы это будем делать Там вот, видите, сверху снег лежит Вот тут внизу Плюс 17 градусов тепла А сейчас посмотрим, сколько там в горах будет Вот, ребят 6 градусов в горах Ну и время уже 5 часов вечера Солнца нету И температура сразу упала Ребят, поднялись Прям в горы В горы самые Температура 3 градуса тепла 3 градуса тепла всего Когда на побережье 15 и больше Видите Снег лежит Вот эти горы Мы видели снизу А теперь вот у подножья Находимся Эти горы Ну что, поднялись в горы Температура Плюс 10 Плюс 11 градусов В горах Продолжаем наш путь Ну, снег лежит на обочине Вот такой вот снежочек И снова спустились, друзья К морю И температура 12 градусов 6 часов вечера Вот такая красота Природа Сказка Прости Я тебе скажу Когда давай сюда Чтоб красивый дом Было видно Ну, конечно Так видео Как-то Расплывчатые Фонарики Как-то четко Не передаются Почему-то Ну-ка Камеру Потрем Ну да Уже вечером Ребят Видите Камера К сожалению Так хорошо Не передает Дорогие друзья Приехали в Апатию Небольшой городок В Хорватии На побережье Шли Прогуливались И увидели Вот такую вот Красоту Такая вот Архитектура Красивая Вся Резная И вот такие вот Фонарики Как красиво Сделаны У некоторых Внутри Сердечки Я думаю Это было сделано В честь Вчерашнего праздника Дня влюбленных День Святого Валентина И так вот Красиво Это все Осталось Это точно Ну что Смотрите 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 Наши видео Пишите Комментарии Пишите Ваши запросы Звоните Ставьте Нам лайки И что Хочу пожелать Чтобы у вас Все было Хорошо И пожалуйста Напомнить вам Чтобы вы Не забывали Что консультации Проводим По любым типам ВНЖ Рабочая ВНЖ Студенческая ВНЖ Открытие Фирмы Открытие ИСП По недвижимости Да вообще Если будут Просто вопросы По Евросоюзу По Словении По Шенгенским Зонам Любые вопросы Пожалуйста Пишите Хорошего вам Вечера Пусть у вас Все будет хорошо И пусть у вас Тоже будут Такие красивые Радостные Моменты Каждый вечер Всем спасибо Пока-пока Друзья До новых встреч Увидимся Когда увидимся